А мы сейчас занимаемся собой, то есть человек, в нем есть память, которая, если эта память, она заряжена песней «Взветьте с кострами синей ночи», «Мы пионеры, дети рабочих», то память, она человеку дает возможность все время клич пионера «всегда будь готов». То есть память человека – это собрание каких-то идей, которые он услышал на разных периодах в своей жизни, и вот их взаимодействие внутри головы этих идей дает человеку материал для принятия решений. То есть у человека, у любого есть свобода выбора, это божественная функция выбирать, творчество такое, да? Но выбирать человек может только из тех вариантов, в которых он, они у него есть. Я не могу сейчас выбрать, я не могу сейчас выбрать, сейчас, все работает, да? Я не могу сейчас выбрать, заговорить на китайском или на корейском. Ну, нет у меня такого выбора. Почему? Потому что я не учил китайский и корейский. Как я бы ни старался, я не могу. То есть выбор у человека есть только между теми мыслями, которые есть у него в голове. Поэтому автор книги вот этой, которая написана тысячу лет назад, во вратах памяти, качество памяти, он говорит, смотри, если ты хочешь быть близок ко Всевышнему, то тогда ты должен помнить, в стереть взвете с кострами ты не сможешь, если уже повезло, так повезло. То есть все песни из мультиков ты будешь помнить, пока у тебя до деменции. Наоборот, в деменции ты будешь помнить только песни из мультиков, все остальное ты уже помнить не будешь. Теперь, ну что он говорит? Нужно записать на скрижалях своего сердца. Нужно повторением, повторением, повторением внести в себя 30, он дает 30 установок, которые, если ты их повторяешь, и если ты эти установки сделал частью своего мышления, и они будут у тебя в нужный момент всплывать, то они тебя приведут к тем, к серии тех решений, которые дадут тебе. И этот мир, но самое главное, вечный мир, мир грядущий, то, ради чего, в принципе, мы в этом мире проходим жизненный путь, чтобы получить вечную награду. И вот мы дошли уже до, мы дошли уже до, значит, третьего урока, до девятого, до девятой основы, которую нужно помнить. Если говорить про вас, я не знаю, но я, например, не помню предыдущие восемь уже основ, но если напрячься и постараться вспомнить, то я смогу их вспомнить, да, но это еще надо напрячься и постараться. Поэтому автор книги, он говорит, повторяйте это два раза в день, два раза в день, два раза в день, пока они не будут выбиты на скрижалях в сердце, как песня «Взлейте с кострами», которую не надо вспоминать. Она вот, любое слово начните. Мы были сейчас на Песах, на озере Болотон, и там были несколько моих друзей таких, да, из Харькова, чуть старше меня, где-то поколение уже, они ближе к 60. И вот они, значит, умнейшие люди, бизнесмены, построили огромные бизнесы, там, ну, то есть, такие прямо, ну, крутейшие предприниматели, которые очень много в жизни достигли, создали. И вот они за столом, один начинает какую-то советскую песню, все поют Песах, ну, поют, кто знает, песни еврейские религиозные, а они хотят тоже попеть, а песен-то не знают еврейских религиозных, а петь хоть хочется. И они начинают петь песни из мультиков, из советских фильмов, все. Уже все разошлись, а они часа, наверное, два-три подряд, один начинает песню, другой повторяет, у них очень сильная память, наверное, вот какие-то там они были из семьи Равинов, может быть, когда-то. Только Равины знали полностью всю Тору, они знают все песни из фильмов, полностью наизусть книгу «Двенадцать стульев и золотой теленок», и вот так это не перекрестно, один начал, второй закончил, тот начал, второй закончил. Теперь, если мы будем повторять точно так же эти тридцать основ, то мы удостоимся вечной жизни. Стоит ради чего? Пока давайте прочитаем, книга у вас есть эта, захотите, значит, это «Свобода выбора». Кто изучает и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. Так нас учит вертевод. Девятый принцип, девятый принцип, который надо помнить. Пусть помнит, что человек, любящий жену, как самого себя, и любящий всем сердцем сына своего, старается оказать им добро и исполнить их желания. И он это делает не потому, что их боится, женой или сына, а он это делает потому, что он по великой любви к ним. Тем более, говорит он, так следует поступать перед Всевышним, направить в свое сердце и все свои поступки во имя Всевышнего. И выполнять заповеди нужно не из-за людской любви или страха перед людьми, или, надеясь, получить выгоду. Следует все свои действия направлять единственно во имя Всевышнего и ничего с этим не совмещать. Значит, тут бы хоть выполнять. Он говорит, ну вот если ты выполняешь, это, конечно, он обращается к людям, которые уже выполняют, что нужно сделать намерение, чтобы твое действие, вот ты, например, сидишь на уроке Торы, да? Ну, можно сидеть, слушать. Ну, интересно, там, как рассказывает, там, бутерброд, взять себе чашку кофе, вкусно и интересно. Значит, все посмотрел, ну, прикольно. А можно сказать, я сейчас, отложить бутерброд, отложить чашку кофе и сказать, я сейчас учу Тору во имя Всевышнего для того, чтобы соединиться с Богом, Творцом Мироздания, выполнить свой долг перед Ним и во имя, нет, здесь написано, во имя любви, что я люблю Всевышнего и я ради Него хочу понять, что Он от меня хочет, изучаю Тору. И если это сделать именно из любви ко Всевышнему и не для кого-то, и не почему-то, то это будет очень большая такая серьезная вещь. Десятое. Десятое, он пишет. Пусть припомнит человек, что совершил до сегодняшнего дня. Пусть припомнит человек, что совершил до сегодняшнего дня. И служил ли своему Творцу, или он служил своему животному злому началу. Чему ты служил всю жизнь? И если все-таки восставал против Всевышнего и не занимался служением Богу, благословен он, а занимался только собственными потребностями, то, что пусть хотя бы с сегодняшнего дня и дальше занимается служением Богу. Пусть помнит об этом, что служить своему телу, которое будет мешок костей и мяса, замешанное на воде, таблица Менделеева, смешанная с водой. Вот что такое тело, вертикально ходящая лужа. И если служить всю жизнь своему телу, а не создателю мира, то, конечно, результаты будут не очень в жизни. Одиннадцатое. И если все-таки мы раньше про это не знали, я себя тоже как бы не выделяю из общего. Я до 26 лет вообще не знал про Бога. То есть мои знания о Боге были как знания корейского языка сейчас. Я вот знаю, что есть корейский язык, а вот больше я про корейский язык ничего не знаю. Ни одного слова по корейски. Представляете? Но я знаю, что есть страна Корея, Северная Корея, Южная Корея. А что дальше-то с этими корейцами делать? Ну, то есть знания очень отрывочные, которые вообще ни в коем мере не описывают Корею. Потому что если все сложить, что я знаю про Корею, это будет, я не знаю, там, на 10 минут информации. А Кореи, между прочим, две. У них там, я не знаю, больше 100 миллионов населения только. Наверное. Одиннадцатая. Пусть человек помнит, что как он расторопен и поспешен в своих делах, накапливая капитал и помышляя об этом днем и ночью. Видите, когда говорил царь Самон, что то, что было, то и будет, и ничего нет нового под солнцем, он не имел в виду айфоны, не имел в виду интернет, он имел в виду природу людей. Книга написана тысячи лет назад. И тысячи лет назад тоже люди старались заработать, старались, думали об этом, как заработать, где заработать. Ну, в основном мужчины, книга написана мужчиной для мужчин. И, опять же, это надо тоже учитывать, потому что женщины в то время, в которое написана была эта книга, тысячи лет назад, они, женщины, совершенно были в другом состоянии. Они были вообще бесправны. То есть просто вообще ноль прав, еще 120 лет назад в Америке, в Англии, женщины не могли вообще даже голосовать, принимать участие в выборах. 120, там, 150 лет назад, когда началась борьба за права женщин, то женщины были бесправны, а дети уже с пяти лет работали там на каких-то заводах, фабриках, их эксплуатировали детский труд. То есть была жуткая жизнь 150 лет назад. Если мы сегодня после всего вот этого вот скачка технологии, того комфорта, в котором мы живем, относительно того, что было раньше, и мы продолжаем быть недовольными, то опять же это природа человека, ничего не меняется. То есть в любой ситуации большинство людей недовольны своей жизнью, и именно то, что они недовольны своей жизнью, это то, что нужно в первую очередь преодолеть. Потому что животная, природа человека, она все время страшна, недодали. Каждое животное – еда для другого животного. Каждое животное все время боится, кто его там, и все время, что делает животное? Оно все время ищет еду, и все время от кого-то убегает, кто хочет его съесть. Так вот, в человеке внутри живет вот это животное, которое все время ищет еду и хочет убежать от того, кто хочет его съесть. Это как бы установки по умолчанию, инстинкты. И в каждом человеке есть божественная душа, вечная, которая ничего не боится, которая всем наслаждается, которая получает божественный свет. Нет страха смерти, нет страха, что тебе не хватит. И вот выбор человека в жизни это подняться над своими животными инстинктами, которые тебя все время ведут. Еще бы там где-то еще копейку заработать, еще там копейку отложить. Чуть-чуть тут страшно, там страшно. Новости открываешь, война, Байден. Какая разница нам до Байдена? Что вам Байден? Вот пишет женщина про Байдена, она думает. Галина Щербатокравец, подумайте, пожалуйста, о своем здоровье, подумайте о своей душе, подумайте о своей жизни, оглянитесь вокруг. Вода есть, горячая есть, а света нет. А света нет, потому что света никто не ценил. Если бы ценили свет и говорили бы, слава Богу, есть свет, спасибо Всевышнему, есть свет, каждый день вся страна, то тогда не было бы вообще никакой войны. Тогда Всевышний сказал, вот, вот это святые люди, нате вам все. А когда все время были недовольны, я помню, я очень, честно вам скажу, во время Майдана, я был против, с самого начала я был против Майдана. Почему я был против Майдана? Потому что было все хорошо, не нравится руководство, есть выборы. Когда вышли и конкретно грабили дома, там, все разрушали, и я просто знал изнутри, что все это закрутил Порошенко, который спасал свой Рошен от того, чтобы у него забрали Рошен. И он это все проплачивал, это все так, это все, все это на деньгах замешано, да. И вот с этого все началось, было все хорошо, никто не воевал, никто ни с кем не ссорился, было нормально, все было прекрасно, понятно. И из-за того, что были недовольны тем, что прекрасно, Всевышний говорит, я заберу тогда, вам не надо, ваша добрая, хорошая жизнь, вам не нужен мир, вы недовольны всем. Найте вам, пожалуйста, тогда посмотрим, понимаете, как происходит. Поэтому очень важно ценить даже сейчас тем, что человек умеет повернуть свой взгляд на то, что у него есть, на то, что для него хорошо. И он Всевышнему говорит, да, я все понял, что даже сейчас спасибо тебе за уроки, спасибо тебе за то, что ты делаешь. Вот тогда он исправляет то, что он был тогда недоволен, тогда он был недоволен. И тем самым, что он сейчас благодарит Всевышнего, он исправляет, что тогда был недоволен. Хорошо, значит, дальше мы идем. Одиннадцатое. Пусть вспомнит, как он расторопен и как поспешен в своих делах, накапливая капитал и помышляя об этом днем и ночью. Другом своим человек полагает только того, кто помогает ему накапливать и зарабатывать, да. Но что? Пусть он подумает, что может быть весь его труд будет впустую, и он все может потерять, и деньги окажутся козлу, да. Бывает такое, что человек копит, 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 а потом именно из-за этих денег пришли к нему, ограбили там и так далее. И бывает такое тоже. Или бывает, что он умрет, и даже он умрет и не успеет вообще всем этим воспользоваться. Но он все равно трудится и трудится. И если он так упорно трудится ради своего тела, да, тленного тела, да, такое слово тленное, очень непонятно такое, тленное. Так вот, если он так расторопно трудится ради тленного тела, как же он должен трудиться ради души своей, которая существует вечно? И в какой же мере следует тебе исправлять все деяния души? Каким нужно быть расторопным, всегда помня о необходимости очищать и украшать душу вечным достоинством. Взгляни, говорит он, вот взгляни, обрати внимание, в чем состоит разница между обеими мирами, между материальным миром и духовным. И превосходство одного над другим, и превосходство одного над другим, духовного над материальным, как превосходство света над тьмой. То есть, действительно, что люди, они всю свою жизнь тратят на то, чтобы, вот я сейчас выступаю здесь, клуб инвесторов, да, ну, уже у людей есть 10 миллиардов долларов совместное состояние. Вот сидит зал, там 200 человек, 10 миллиардов долларов. И все равно они, значит, все равно они вот все собрались больше, больше, больше зарабатывать. И было очень такая интересная, ладно, не сейчас, очень было вчера интересная, выступала одна английская профессор, которая, которая такая прям гениальная женщина. Она занималась с точки зрения экономики, изучения поколения, которые родились с 1998 года до 2008, поколения Кэй, они называются почему-то. И она автор мировой книги, там, международной бестселлера, но она их рассматривала с точки зрения, как они покупают, как они принимают решения. Они вообще другие, то есть, я вот сейчас ее услышал, значит, я сейчас... А вот Виктория Рогова, конечно, нельзя, а сейчас что происходит? Человек, который не хочет, не согласен с властью, что с ним делают сейчас в любой стране? В Израиле, да, демократия, в Украине или в России, везде сейчас власть, любой человек, который идет против власти, он... Ну, посмотрите, что с ним происходит, полмиллиона людей погибло. Здесь, когда студенты вышли против на Майдан, студенты вышли на Майдан, и это все финансировали, финансировали, финансировали. Обратите внимание, не нашли тех, кто стреляли, хотя власть сменилась. Почему не нашли? Потому что те, кто сменили власть, им как раз и нужно было спровоцировать эту всю историю. Поэтому давайте не будем... Все началось сейчас, полмиллиона погибло. Что выиграла? Страна, люди, народ, что выиграл? Ничего не выиграл. Все живут в жутких условиях, потеряли люди все, работу, дома, все потеряли. Ради амбиции нескольких людей, которые у власти, народу вообще было все хорошо. До 2014 года в Украине, я жил с 10 года по 20 год я жил в Украине, было народу, гривна была, 8 гривен доллар был, да? Все работали, была устойчивая, стабильная страна, все ездили в Европу, давали визы, все было хорошо. Раскачали ситуацию, сейчас с 2014 года, сейчас 24, 10 лет страдания, народ страдает, люди гибнут, все рушится. Какое? Что выиграли? За что вообще? Зачем был этот Майдан? Что выиграли? Полмиллиона убитых молодых людей, ну как это можно? Еще кто-то пытается это все оправдывать, защищать. Да, есть какая-то идея за этим. Нет никакой идеи за этим. Есть война власть имущих, которые между собой реализовывают свои личные амбиции, и народ они вот так вот крутят через СМИ, через идеологию, куда хотят, туда поворачивают. Повернули, был Советский Союз, все ходили строем. Потом капитализм, все ходили в другую сторону строем. Потом сюда, все туда ходили, туда, все туда ходят. То есть, как еще люди пытаются, ну, как бы произносят эти же лозунги, которые им в уши вкачали, да? И говорят, да, типа, все правильно, война правильно. Полмиллиона людей погибло, война закончится, я вам говорю, и все равно все будет, как было до этого. Так зачем полмиллиона погибло людей? Хорошо, последнее давайте, последнее на сегодня. Двенадцатое. Помни, что Всевышний видит мысли сердца твоего. Взгляни, как, то есть, он говорит так, что помни о том, что Всевышний, он внутри тебя постоянно. Всевышний внутри тебя постоянно, и все твои мысли, все твои слова, все твои помыслы, они, значит, они все просвечиваются. Почему я засмеялся? Ну, когда люди узнают, что я преподаю, у меня там Академия Счастья, я, основная моя работа, я помогаю людям, последнее время у меня главный проект, это Академия Счастья, стать более счастливыми. Я, когда об этом говорю, то все сразу говорят, а я очень позитивный. Вот вчера одна была там женщина, она говорит, я очень позитивная, я такая позитивная, я вообще самый позитивный, благодарный человек. Потом, значит, было жарко, и она говорит, если сейчас кондиционер не включат, я умру, я прям здесь умру. Я ей говорю, послушайте, а вы слышите вообще, что вы говорите? Она говорит, в смысле? Я говорю, вот вы только что говорили, что вы позитивный человек. А сейчас вы на какую-то мелочь, вы говорите, я сейчас умру, если не включат кондиционер. То есть, если то, что здесь написано, человек бы помнил, что Всевышний, он видит мысли сердца твоего, и он внутри тебя, и все твои мысли должны быть чистые и прекрасные, разве он бы сказал про себя, что я сейчас умру? Он бы, конечно, сказал, включите, пожалуйста, кондиционер. Я бы хотел, чтобы стало прохладнее, стало еще лучше. Я бы хотел позитивно, как об этом сказать? Пожалуйста, включите кондиционер, если есть возможность, чтобы улучшить и без того прекрасный мир. Это так говорит позитивный человек. Здесь он приводит пример автора этой книги, истории про Йосефа Праведника. Йосеф Праведник 12 лет просидел в яме, и написано, имя Всевышнего всегда было у него на устах. Он всегда, что значит было имя Всевышнего всегда у него на устах? Он всегда говорил, слава Богу за все, с Божьей помощью, то есть, он все время помнил о Всевышнем. И когда его фараон приказал достать из ямы, написано, что вывели его поспешно из ямы, и он постригся, переменил одежду и предстал перед фараоном. Подумай же о том, что постоянно пребывающий перед царем украшает себя больше, чем тот, кто стоит перед ним иногда. Мы же постоянно пребываем перед царем царей над царями. Он видит тайные и открытые побуждения нашего сердца, и от него невозможно скрыться, ибо он вездесущ. Нам, тем более, надлежит постоянно размышлять о его величии, и быть согласными в сердце своем, исполнять волю его, волю Бога, и украшать себя перед ним в наших мыслях и побуждениях. Все, вот это вот на сегодня мы заканчиваем. В воскресенье с Божьей помощью у нас будет по этой теме четвертый урок, и мы продолжим. Давайте подведем итог. Подведем итог. Это очень важно подводить итог всегда. Что для вас стало открылось? Какой у вас был сейчас какой-то личный ваш инсайт? Напишите, пожалуйста, это. Произнесите это, зафиксируйте это, поделитесь этим, что вы для себя поняли, осознали. И если вы будете повторять вот эти слова, пока они не станут частью вас, то именно эти слова и приведут вас прямо в вечную жизнь, в жизнь полную удовольствия. И вот этот свет, который идет через Божественное Слово, он осветит вашу сегодняшнюю жизнь. И на сегодня в мире, с начала года, население мира увеличилось где-то миллионов уже на сорок. Да, сейчас идет только июнь, полгода прошло, но где-то прибавилось в мире сорок миллионов человек. Всевышний любит людей. Людей становится все больше, продолжительной жизни все больше. Болезни все, все больше и больше медицина доходит до того, чтобы справляться с какими-то болезнями, которые до этого были не, как сказать, неизлечимые, да, назывались. Продолжительность жизни увеличивается и комфорт увеличивается. Просто если бы люди увеличивали свою благодарность Всевышнему, то не было бы никаких, не было бы зла в мире. Но люди из-за того, что им все время мало, плохо и так далее, они свою злость, они срывают друг на друге. Хотя они злятся постоянно на то, что сами себе придумали, что им не хватает. В общем, с Божьей помощью мы как платформа, мы ведем просветительскую работу. То присоединяйтесь, будьте партнерами ВАИКРА, будьте спонсорами ВАИКРА, будьте друзьями ВАИКРА, присоединяйтесь к урокам ВАИКРА, делитесь. То есть наша задача, слово ВАИКРА это ИВОЗВАЛ. Это слово с еврита переводится ИВОЗВАЛ. Всевышний вызывает к людям, но он хочет, чтобы мы выбрали путь связи с Богом. Он хочет, как от первого человека, чтобы мы по любви соединились со Всевышним. Любовь возникает через благодарность. Поэтому благодарим, радуемся, любим Всевышнего, выполняем заповеди и все будет хорошо. Шаббат шалом. Значит, сейчас глава, изучите главу обязательно. Глава как раз самая главная глава о том, как человек теряет связь со Всевышним и как он ее находит. Шла Хлыха, как послал Машер Абену разведчиков в землю Израиля. И как они смотрели на одну и ту же землю. Пошло 12 человек. 10 смотрели и говорят, мы не зайдем, мы не сможем, у нас не получится, все плохо. Земля своих жителей убивает. Все, пришли и начали жаловаться. И свои жалобы говорит всему народу Израиля. Двое, Ишуа Бенун и Калев Бен-Ифуне, они пришли и сказали, мы зайдем, посмотрите, что Бог для нас уже сделал. Оглянитесь назад. Из рабства вывел. 10 казней сделал. Море раступилось. Ман нам в кустыне давал. Тору нам дал. Чего вы боитесь? Вспомните то добро, которое Бог для вас сделал в прошлом. И идите вперед. Бог все сделает. Вот этот вот выбор в жизни каждого из нас, он остается и работает. Тот человек, который неблагодарный Всевышнему, он все время боится. Он все время недоволен. Тот, кто благодарен Всевышнему, Всевышний ему во всем поможет. Чтоб Всевышний нам во всем помогал. Чтоб мы не были как вот эти вот разведчики, которые говорили клевету на землю Израиля. И чтоб мы смотрели на будущее, на мир добрым, хорошим взглядом. Благодарили. Любили Всевышнего. И он нам ответит любовью в сто раз больше, чем мы можем даже себе представить. Все. С Божьей помощью встречаемся в воскресенье в 10.00. До встречи. Шаббат шалам. Спасибо.